Приветствую вас. Свой ответ я разделю на две части. Первая часть будет общая, вторая часть будет более частой. Если говорить в общем об ответе на ваш вопрос, то я могу порекомендовать вам две основные идеи, две основные вещи. Первая вещь заключается в том, что вам необходимо изучать различные культурные памятники, культурные ценности, культурные произведения, в общем, осваивать их. Чтение книг, которые являются призванными культурными ценностями. Театр, кино, только не какое угодно, а именно вот призванное, так сказать, что... призванное, так сказать, именно нести что-то в массы, да, идеи. И вторая вещь, о которой я хочу сказать, это то, что смысл жизни человека в том, чтобы преодолевать трудности и преодолевать конфликты. И вам необходимо понять для себя, что есть суть ваших конфликтов, что есть суть вашей проблемы. И не пытаться от них убегать, а наоборот стараться их разрешить. Тем самым вы и будете жить, когда увидите, что у вас, собственно, получаются какие-то проблемы решать, какие-то конфликты получаются разрешать. Вы поймете, что вы можете жить, и с этого начинается ваша мотивация жить. Это была общая часть. Что касается частности, то здесь я могу сказать следующее. Когда и как вы потеряли свой смысл жизни, почему вы не хотите жить, а также, что для вас ценно важно, что для вас интересно, что для вас привлекательно, и, собственно говоря, что для вас имеет смысл. Подответы на эти вопросы помогут вам уже чисто для себя понять, что не дает вам спокойная жизнь, и понять, что мешает вам облисти этот самый смысл. Видите ли, смысл для каждого свой. Нельзя просто взять и сказать о том, что есть этот смысл, потому что для каждого это свое. Но ситуация заключается в том, что необходимо убрать препятствия для начала, для того, чтобы жить спокойно, комфортно, удобно вам, а далее просто прислушиваться к себе и понять, чего вы хотите. И постоянный вопрос спрашивает, для чего, и то ли это то, что вам нужно. Я думаю, что на этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам. А если остались вопросы, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!